МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех зрителей нашего канала в ближайшие минуты новости 24 в студии Махач Курбанов. Теперь обучиться вождению можно бесплатно. Благотворительная акция от учебного инновационного центра автошколы. Из чего и как накапливается пенсия? Об этом говорили на уроках школьникам, студентам, специалисты пенсионного фонда. На Махачкалинском стадионе труд состоялась 16-я республиканская спартакиада медицинских работников. Обучиться вождению тем, кто не может позволить себе отдавать за это деньги, стало возможным в Махачкале. В рамках благотворительной акции учебный инновационный центр автошкола дает нуждающимся возможность пройти обучение совершенно бесплатно. Что для этого нужно, вы узнаете из следующего сюжета. Автомобиль – это важная часть жизни современного человека. Ну а умение водить – навык, не менее нужный в повседневных реалиях. Желание обучиться вождению возникает рано или поздно почти у каждого человека, но на пути, как правило, встают отталкивающие цены. Отдать деньги за обучение может не каждый желающий. Однако теперь получение теоретических и практических навыков вождение стало доступно и для малоимущего населения Дагестана. В нашем учебном инновационном центре функционирует бесплатное обучение. Бесплатное обучение – это те лица, которые нуждаются, то есть малоимущие семьи, многодетные семьи, которых нет возможности получить водительские права. Входит теория, практическое вождение 10 часов индивидуально с инструктором. По окончанию наших курсов они получают сертификат. Сегодня для многих машина – это не только транспорт, но и средство заработка. Обучившись вождению, человек открывает перед собой новые возможности. Так Эльмира Азизова ходит на курсы уже месяц. Для вдовы с двумя детьми право обучаться на бесплатной основе – это щедрый подарок, признается Эльмира. Придя сюда, я узнала от Салимат, девушки, которая здесь работает, что здесь, ну, Сира, там предоставляется бесплатное обучение. Ну, это было как бы, это в Дагестане как бы не новость, то, что у Сира там привыкли и помогать, и делать для них что-то. Но то, что автошкола такая открылась, это, конечно, меня очень удивило и порадовало. Центр функционирует с июля текущего года. Каждый месяц для нуждающихся выделяется до пяти бесплатных мест. Все, что нужно, это принести копию паспорта и справку о доходе, подтверждающую низкий уровень заработка. Мы являемся единственной автошколой в Республике Дагестан, которая предоставляет бесплатное обучение. Наша цель побольше обучить нуждающегося населения, народ, основном молодежь, которая нуждается в получении водительских прав для трудоустройства на работу. Центр находится на улице Гаджибула, ЧА 36 и принимает по будним дням с 10 до 18.00. Хадижа Курбанова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В учебных заведениях Дагестана прошли уроки пенсионной грамотности. Сотни специалистов из 54 территориальных органов отделения Пенсионного фонда России по Республике Дагестан рассказали школьникам и студентам о правилах формирования будущей пенсии. Подробнее Лориана Шамхалаева. Как устроена пенсионная система в стране, что и когда надо делать для того, чтобы обеспечить себе достойную старость? По мнению специалистов, думать об этом нужно, начиная с 14 лет. Именно в этом возрасте молодые люди могут оформить СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина. Наличие этого документа при трудоустройстве обязывает работодателя ежемесячно делать пенсионные отчисления на имя сотрудника. Наши работодатели, к сожалению, их иногда не по правильному пути направляют. Я имею в виду это по черным конвертам, которые зарплаты сегодня выдаются. Мы сегодня говорим, если мы сегодня будем честно работать, зарплату получать, и сегодня беспокоиться о той страховой части пенсии, которую мы заслужили в тот период, в котором мы работаем, и достойной пенсии тоже у нас будет, достойной будет будущее. На встрече поднималась тема возможности дополнительного увеличения размера страховой пенсии по старости за счет премиальных коэффициентов. Чем дольше будешь работать и не брать пенсию, тем больше будет пенсии. Но этого не оказалось. У меня пенсия так же, как и у других шесть с половиной. Премиальные коэффициенты к пенсии по старости на общих основаниях не положены, потому что вы вышли в 55 лет. Но если вы вышли на пенсию досрочную по старости, за вредное производство, то вам премиальные коэффициенты за каждый год с 2015 года добавлены к пенсии. Помимо буклетов под названием «Все о будущей пенсии» граждане нашей республики могут получить всю интересующую их информацию на специальном портале. На сегодняшний день именно агитационная работа как пенсионного фонда Российской Федерации, эта работа нигде, никакой отрасли не поставлена. Вы можете зайти в сайт PFR, вы все, имея в виду вопросы, ответы там получите. В завершении беседы специалисты призвали юношей и девушек обучать бабушек и дедушек компьютерной грамотности, поскольку многие государственные услуги сегодня предоставляются в электронной форме через интернет. Ларьяна Шемхалаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. 23 сентября в селении Хунзах Хунзахского района состоятся скачки в честь муфти Дагестана шейха Ахмада Афанди, организованной администрацией района. Ожидается приезд многочисленных гостей и участников не только из Дагестана, но и из других регионов. Общий призовой фонд турнира составит 540 тысяч рублей. В рамках состязания состоятся три заезда на 3, 5 и 7 кругов. Для победителей и призеров соревнований предусмотрены денежные призы. Первое место 100 тысяч рублей, второе 50 тысяч рублей и третье 30 тысяч. Дагестанские медработники успешно выполнили нормативы ГТО. Накануне на Махачкалинском стадионе Труд состоялась 16-я республиканская спартакиада медицинских работников. Участие в ней приняли свыше 300 человек, представляющих коллективы медучреждений городов и районов республики и объединенных в 15 команд по территориальным зонам. Подробнее в следующем сюжете. На торжественной церемонии открытия участников поприветствовали представители Министерства ведомств республики. В своих выступлениях они поблагодарили медработников за то, что они не только выполняют свой профессиональный долг, но и собственным примером пропагандируют здоровый образ жизни. Всем участникам я желаю побед, хорошего настроения и большого спортивного праздника сегодня. Удачи всем! Зажигательные танцы, вдохновляющие песни и ценные подарки – все это в рамках концертной программы организаторы подготовили для участников и гостей мероприятия. Программа «Спартакеады» включает волейбол, шахматы, шашки, настольный теннис, а также нормы комплекса ГТО. Метание гранат и стрельба из пневматической винтовки, бег на 100 метров, прыжки в длину, отжимания, подтягивания и другие упражнения. Это единственное министерство в Республике Дагестан, которое проводит уже 18-й раз свою «Спартакеаду» медицинских работников. Это очень отрадно и это, наверное, большой урок, может быть, в будущем будет многим министерствам, ведомствам, которым необходимо также проводить отраслевые «Спартакеады». В рамках церемонии открытия «Спартакеады» состоялось вручение медработникам, успешно выполнившим нормы комплекса ГТО, соответствующих знаков отличия. По итогам соревнований победителем среди медработников стала команда «Махачкалинской зоны», второе место заняла «Каспийская зона», третьего места удостоилась «Буйнакская зона». Курс валюты на завтра. Доллар 58 рублей 9 копеек и евро 69 рублей 67 копеек. Спасибо за внимание. Это были новости 24 на ННТ. Всего хорошего. Продолжение следует...